В предыдущей серии. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик и это канал о ремонте, отделке и строительстве. В этой серии мы будем заливать полы по грунту. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Для того, чтобы выровнять и утрамбовать последний слой, решили сделать шаблон из досок. Он поможет сделать уровень ПГС примерно одинаковым. Опираться доски будут на фундамент, а посередине углубляется на 10 сантиметров. 10 сантиметров это будущая глубина полов по грунту. Подсыпается песок, доской стягивается лишнее. Затем песок проливается и утрамбовывается. ПОДПИШИСЬ! На каждую комнату доски переделываются. Так, высота заливки ленты была в пределах 1 сантиметра и, соответственно, точность утрамбовки будет такая же, плюс-минус 1 сантиметр. Таким образом выравнивается слой во всех ячейках фундамента. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, возведение коробки дома – это еще только половина работы. Очень важный этап в строительстве дома – это инженер... Продолжение следует... 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 Затем всю площадь будущего пола застилаем пленкой 200 микрон. У пленки двойное назначение, прежде всего это гидроизоляция, и второе, она предотвращает уход воды из бетона. Куски склеиваются между собой скотчем. Укладывать пленку мешал ветер, поэтому максимально ее прижимаем досками и блоками. Затем закладываем предварительно связанный каркас арматуры на стульчики. Продолжение следует... Пленку по краям немножко прижали раствором, чтобы она не улетала. Поставили закладные под перегородки, арматура десятка. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас будем укладывать сетку, связывать ее между собой и ставить такие вот маяки из зонтиков для утепления. Вот так их будем ставить и по ним уже орудовать правилом. Укладываем сетку и связываем корты между собой проволокой. Музыка Музыка После сетки начинаем делать маяки из раствора для ориентира, чтобы знать до какого уровня заливать бетон. Музыка Раствор мешается густой. Музыка Выставлять такие маяки можно разными способами. Ребята использовали просто обычную доску, опирали на фундамент и вдавливали зонтики. Музыка Также делаем специнструмент для распределения бетона по поверхности. Музыка Сегодня у нас день заливки полов по грунту. Мы все подготовили, положили сетку и ждем гибрид миксер с насосом. Всего где-то у нас здесь будет 15,5 кубов бетона. Сейчас покажу, что у нас тут получается. Сетка 4 миллиметра, ячейка 10 на 10. Подставки на 2,5 сантиметра. Стульчики Это выемка под перегородку. Здесь каркас из 10 арматуры. И поставили вот такие вот маячки. Музыка Трубы все обернуты спиненным полиэтиленом, чтобы был демпфер. Бетон двухсотой прочности. Вызвали гибрид, то есть смеситель с насосом. В прокате взял глубинный вибратор. Заливать будем втроем. Начинаем заливку. Один человек держит шланг. Второй проходит вибратором по залитому бетону. И третий распределяет и подравнивает бетон при помощи гладилки. Подвижность у бетона такая, чтобы он нормально распределялся по поверхности. В P4, если не изменяет память. Заранее к всей бригаде купил резиновые сапоги. Непосредственно сама заливка довольно-таки легкая работа, но подготовка совсем нелегкая. Продолжение следует... 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 У нас немного не хватило бетона, примерно полкуба, потому что очень точно и экономично посчитали. Рекомендую заказывать бетон с запасом. Лучше один куб вылить просто на землю, чем замешивать вручную недостающую часть. Для ровности Гена решил еще потереть бетон бруском. Музыка Музыка После заливки я накрыл полы пленки, поливав в течение недели. Музыка Музыка К дальнейшим работам приступили примерно через 10 дней. Музыка Это не финишная стяжка, это еще только черновые полы. Музыка Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего летнего настроения. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...